здравствуйте дорогие мои друзья ежедневно ежедневно вот ни одного дня нету продыху даже знаете может быть иногда по 10 раз на дню я вот ну это часто достаточно делаю видео и каждый раз вот эти вопиющие факты ну преступного бездействия либо осознанного преступления современного вот этого российского руководства хотя слуг слова рука водства то есть водить руками как бы руководить тут напрашивается ну больше другое слово поповодство потому что все все мы понимаем делается как бы сзаду наперед то есть выгода для россиюшки ну ну не то что выгода то есть сплошной убыток разорения загрязнения очернения уничтожения то есть все время вот с уничижительным смыслом все время вот это идет то есть как это можно назвать видимо только поповодство но это еще мягко это мягкие слова такие детские детсадовские хочется знаете сказать словами оккупантов интервентов польских интервентов которые когда-то во времена минина и пожарского этих знаменитых людей которые но как бы остановили интервенцию польскую на россиюшку хочется сказать словами вот этих интервентов которых некий иван сусанин завел где-то загубил в болотах по моему костромской области и что же там они говорили куда ты завел наш нас не видно низги довольно же путином парить мозги хочется так сказать но даже более жестко может быть действительно друзья мои вот такое предисловие да что же такого вот сейчас в октябре месяце и в декабре из франции в россиюшку нашу через по моему петербургский порт прибудут ядерные отходы более тысячи тонн ну хотя всего лишь сказать всего и каких-то тысячи тонн а ты тут нам воздух сотрясаешь какая-то тысяча тонн ядерных отходов представляете какое какую территорию они могут утравить сколько людей то есть это ну как бы какой там чернобыль да какая там хиросима и нагасаки это какой там вот это вот ну фукусима да у нас тут рукотворная фукусима хотя есть закон что россия не принимает то есть она не мы не храним ядерные отходы есть закон уже более 10 лет что эти мы имеем право только привозить эти отходы до забирать с этих ядерных электростанциях вот эти ядерные хвосты чтобы здесь на предприятиях россиюшки их обогащать и возвращать обратно на деле выходит что сейчас уже принято более миллиона тонн а возврат никакого возврата нету то есть знаете такая такая схемушка главное ввести получить за это деньги а когда там этот возврат да там мы еще не обогатили а все это все это все это топливо хранится в бочках которые там чуть ли не открытом воздухе или куда-то закапывают в общем все это все это естественно за короткое время начинает фонить сквозить затерять сейчас из франции и откуда мы это узнаем нет это мы не узнаем от от думы до которая сейчас начала засетать что сейчас привезут из франции эту тысячу тонн уже в прошлом январе феврале привозили никто об этом знаете не говорил сейчас октябрь декабрь то есть по контракту привезут опять эти ядерные хвосты и отправят их на предприятие томске сибирюшку наш себе большая мужа и и путинцы и полили и вырубали и топили все с ней делали но теперь еще давайте покроем сверху так сказать за лакируем а этими ядерными хвостами замечательно жители томска хорошо скажем спасибо дорогому путину этому так сказать партии единой россии этому правительству этого тухлого яйца который пытается изобразить из себя человека я имею ввиду гражданина мишустина извините за такие оскорбительные аллегории ну на самом деле смешного друзья мои нету помнится был скандал еще когда из германии привозили тоже эти хвосты чтобы потом их отправить обратно несколько лет назад отправили их обратно ну фигу без масла не отправили они так и хранятся сейчас из франции привезут и тоже не отправят более миллиона тонн уже завезли нарушив свои же собственные законы потому что якобы мы их обогащаем ни хрена никакого обогащения нет это просто загрязнение этой территории ядерными отходами совершенно беззастенчивое уголовное преступление понимаете вот и сделано это на правительственном уровне росатом это делает да кто руководил росатомом помните сейчас он в администрации президента вот это вот так сказать рептилоид человеческом обличии гражданин кириенко такая сухенькая ящерица такой такой сухари сухаречек он уже как кощейка сморщился шейка тоненькая так головка трепнул сколько он погубил вот этот вот палачуга да и сейчас вот он нам эти выборы тоже организовал сколько сколько здесь всего а дефолт помните вот этот когда он был еще молодым ящеренком вот этим киндер сюрпризом а нет до сих пор там сидит и гадит гадит россиюшки по полной программе вот уж кто заслуживает справедливого жесткого суда ну хотя все они там а одним миром мазаны на самом деле печально друзья мои но факт остается фактом значит вот так так эти люди они как бы запад да вот запад такой загнивающий вот сейчас вот путин там выступил ох запад со своими санкциями сами миллион тонн уже завезли мы вот тут к типа ракеты у нас лучшие там это сколько-то махов они достигают чего-то вот вот сюда вы чего завозите вот этот вот закапываете сюда то достаточно может быть одной даже не такой быстрой ракетки чтобы там половина сибири если не вся превратилась ну в этот фонящий никакая там фукусима который можно просто огромная территория сами заражаем себя то есть не нам не надо чтобы в нас пуляли ракетами мы сами все все сюда завезем все эти яды все я да мы завезем сами вот кто кто является друзья мои по-настоящему губителем предателем родины все эти лица известны знаете вот как говорится путинское политбюро нож кириенко хотя он уже не 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 в русском не работает но как я понимаю контракт это были еще заключены хрен знает когда и всем это известно что это никакое не обогащение просто захоронение ядерных отходов и сколько при этом будет смертей на самом деле вот людей проживающих вот там в сибири сколько будет онкологических сердечно-сосудистых кожных заболеваниях сколько их будет сколько людей должны заплатить своими жизнями вот за этот за то что эти и не знаю какие они деньги с этого получили не знаю наверно для нас они сумасшедшие так мне кажется в общем масштабе это по сравнению с последствиями вообще ерунда отвратительные лживые люди подлецы и мерзавцы которые заслуживают ну совершенно таких приговоров которых найти вот сейчас на этой планете нет на самом деле за природу за людей за детей ладно пока